Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Тема вакцинации от COVID-19 остается одной из самых важных. Количество привитых растет. Стоит ли делать прививку? Об этом гость нашей программы. Внимание, дети! В Узжигутинском районе проходит профилактическая акция, направленная на безопасность несовершеннолетних. Живописные и графические работы Нагайского художника представлены в Музее изобразительного искусства в Дагестане. Плава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял эстафету от губернатора Воронежской области и лично присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти». Акция по высадке дубов уже состоялась накануне на территории Урубского лесничества, а сегодня «Сад памяти» будет высажен в Центральном парке города Черкеска. Также сегодня в городах района Карачаева Черкесии пройдет общереспубликанский субботник. Предусмотрена традиционная уборка дворов и общественных территорий, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптуры малых архитектурных форм, покраска лавочек, ограждений, уборка в подъездах. Участие в субботнике смогут принять все желающие. Вакцинация от коронавируса – одна из актуальных тем на сегодняшний день. С каждым днем увеличивается количество людей, сделавших прививку от COVID-19. Гости нашей сегодняшней программы – кандидат педагогических наук, заведующая отделом подготовки кадров высшей квалификации Карачаева-Черкесского госуниверситета Зарима Батчаева. Недавно она сделала прививку от коронавируса и поделилась с нами своим мнением. Здравствуйте, Зарима Ахматовна. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы относитесь к вакцинации от коронавируса. К вакцинации вообще я отношусь очень положительно, потому что у нас в нашей жизни было много примеров, и мы были даже свидетелями того, как ОСПА была остановлена, именно только вакцинация. И не только ОСПА, но и детский, и полиэмилит, и корь, и другие заболевания, менингит. То, что сделала советская вирусология, все-таки база была заложена именно ею для вакцинации. А вы недавно вакцинировались, да, от коронавируса? Да, я в феврале месяце сделала две вакцины, и после срока, вот, в течение необходимого срока, я сделала анализ на антитела, и почти в три с половиной раза выше нормы. После того, как вы сделали вакцину от коронавируса, у вас были какие-то побочные эффекты или проблемы по самочувствию? При первой же возможности записалась и сделала две вакцины. Самочувствие было абсолютно нормальным, никаких побочных я не чувствовала, ни покраснений. Предупредили нас, когда делали вакцинацию, что может быть температура, может быть самочувствие немножко изменится, или покраснение будет, у меня ничего такого не было. Побочных никаких явлений не было. Приде смущает то, что болезнь новая, и вакцина появилась так быстро. Как вы относитесь к этому? Вы знаете, вот на этот счет у меня очень конкретное мнение, и даже никаких сомнений не было в том, что вакцина эта не является абсолютно новой. Она, конечно, видоизменена, и основой были все вакцины, которые были еще подготовлены советскими вирусологами, а советская вирусология была и остается, наверное, одной из самых лучших в мире. И даже то, что более 50 стран уже признали нашу вакцину, тоже очень о многом говорит. Сомнений никаких не было в том, что сделали очень многое и в быстрый срок, потому что была база, была основа этой вакцины. Какой могли бы вы дать совет тем людям, которые сомневаются, где вы эти вакцины или нет? Ну, знаете, это тоже надо смелость взять на себя, советовать. Люди, наверное, должны все-таки своим разумом жить. Но, конечно, я бы посоветовала всем просто подумать, прежде всего, о себе и о своих близких. Вот прежде всего. Это очень важно. И, конечно, здоровье – это самое дорогое, что мы имеем в этой жизни. И здоровье наших близких людей тоже зависит от каждого из нас. Апрельская погода постепенно вступает в свои права. Далее прогноз погоды на выходные. Редактор субтитров А.Семкин В Жигутинском районе участились дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. Сотрудники УГИБДД по Жигутинскому району еще раз напомнили водителям о соблюдении скоростного режима и об использовании детских удерживающих устройств. В ходе акции «Внимание! Дети!» полицейские выявили несколько нарушений. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Это самый аварийный участок дороги. Здесь очень часто происходит наезд на пешехода. И, в частности, травмируются дети. Сотрудники УГИБДД по Жигутинскому району напоминают водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и оснащения автомобиля необходимыми креслами для перевозки детей. Нужно быть внимательным на дороге и детям, и взрослым переходить проезжую часть по переходу, говорят участники движения. Да, конечно, надо соблюдать скоростной режим и быть внимательным, надо быть на трассе. Всякое бывает, тем более в населенных пунктах. Любому водителю это понятно, да. А тем более у нас и внуки, и дети. Так что, конечно, это самое дорогое, что есть у нас. Надо беречь, конечно. Как мать, наверное, дети – это самое главное в нашей жизни. И, наверное, первое, о чем мы должны задумываться, это, конечно, о них и о их безопасности. Пусть все дети будут здоровы, а мамы – внимательны. Сейчас столько ДТП, у нас много происходит, поэтому и ходить опасно, и ездить опасно. Поэтому нужно быть очень внимательным, правила соблюдать. Скоростной режим обязательно. У меня есть маленький ребенок, да, мы только в кресле ездим. У нас кресло, без кресла даже в магазин не едут. В ходе акции «Внимание, дети» работники полиции раздали информационные буклеты, пометку для водителей. Также выявили нарушения. Некоторые водители перевозили детей без удерживающего устройства. И, как поясняют инспекторы, наша задача не просто наказывать нарушителей, а напоминать о безопасности. Обращаем внимание на водителей, которые перевозят детей в салоне автомобиля с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств в зависимости от веса и роста ребенка. За время проведения данного мероприятия на территории Усть-Чегучинского района было выявлено два факта перевозка детей без детского удерживающего устройства, которым были вынесены постановления по статье 12.23.61 КУАП РФ. То есть перевозка детей в салоне автомобиля без специального удерживающего устройства. Сотрудники полиции уверены, что подобные акции позволят снизить нарушения, и водители все же задумаются о соблюдении элементарных мер безопасности при перевозке детей. Алихан Лебшоков, Роберт Джигутаров, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Чегутинский район. В Черкесске состоялся второй сейс федерально-национальной культурной автономии нагайцев в России. В мероприятии приняли участие делегаты из Дагестана, Норильска, Нового Уренгоя, Карачаева, Черкесия, Астраханской области. От председателя народного собрания выступил депутат Ринат Акбаев. Он пожелал плодотворной работы в сохранении и приумножении духовно-исторического и культурного потенциала становления и развития нагайского народа на пути единения, также защиты и уважения его законных интересов. Высший совет автономии отчитался о продеванной работе за последние пять лет. Также о проблемах развития нагайского языка выступил Зайдула Аджибайрамов. На сети приняли ряд решений по развитию нагайской культуры и языка, а также наметили планы на последующие годы. Также состоялись выборы в Высший совет Федеральной национальной автономии нагайцев России и контрольно-ревизионную комиссию. Делегатами единогласно был избран Валерий Казаков. Напомню, он является руководителем Государственного нагайского драматического театра. Через региональную организацию Валерий Сеперевич получил грант президента России на издании Ногайско-русского словаря. Сейчас проблема изучения родных языков по всей России идет, потому что на сегодняшний день именно правительство, именно наш президент Путин обратил внимание на то, что именно сохранив языки, сохранится народ. Вот. Есть вот такое у Белинского, если интересно, это когда я учился в литературном институте, изучая Белинского, есть вот такое у него выражение. Россия освободилась от татара-монгольского ига не благодаря тому, как утверждает своим стопудовым тяжелым языком писатель Марлинский, что Дмитрий Донской одержал победу над Мамаем, а благодаря тому, что Орда распалась изнутри. То есть, когда уже общий язык не находят, государство разрушается. А если механически делать общий язык, оно не получается. Поэтому все, вот они, река, говорят у нас, поговорка есть, река, она чистая, тогда, когда есть какие-нибудь притоки родников. Когда нет притоков, когда другие эти, эта река уже тоже гибнет. Поэтому на сегодняшний день точно так же, если не сохранить народы, не сохранить культуру, мы не сможем сохранить свое государство. Вот поэтому федеральная социально-культурная автономия, она призвана именно в гармонии с другими народами жить, значит, и сохранить свою культуру, и делиться своей культурой. А как ты можешь делиться своей культурой, если ты ее свою культуру плохо знаешь? Поэтому задача такая, объединить вот такие здоровые силы, чтобы они объединились, и, значит, вот решали государственную национальную политику. Вот, и в частности, как бы, ну, точно так же, как будем жить, как говорится, да, и в то же время, живя в сотрудничестве с другими народами, именно объединяясь с другими культурами, в гармонии, вот, надо, значит, сохраниться, как от нас, как народ. Работу выдающегося нагайского живопитца, заслуженного деятеля искусств Дагестана, Сраждина Батырова представили на выставке в Музее изобразительного искусства имени Патимат Гамзатовой в Дагестане. Экспозиция посвящена его памяти и 70-летию со дня рождения. Подробности в репортаже Аллы Динаевой. Поэт, хореограф, этнограф Сраждин Батыров прожил всего 40 лет, но за этот неимоверно короткий срок он успел сделать очень много. Сраждин Батыров – автор более 200 живописных и графических работ, руководил фольклорно-этнографическим ансамблем «Айланай». При жизни Сраждин Батыров не успел провести ни одну свою персональную выставку, но в течение последних нескольких лет его вдова, живущая ныне в Бельгии баронесса Аклыя Алиак Первого Батырова, выделяла средства на реставрацию работ Сраждина Батырова. И вот выставка живописи и эскизов костюмов стала настоящим событием для культурного сообщества Дагестана, Астраханской области и Карачаева Черкесии. В открытии выставки приняли участие несколько музеев Дагестана, представители администрации Республики, Министерства культуры и Союза художников. Знаете, удивительно яркий и многогранный человек, чье творчество выразилось вот таким вот самым волшебным образом. Человек, который золотыми буквами вписал свое имя не только в национальную культуру нагайского народа, но и в историю всей дагестанской культуры. Его талант, он, знаете, вот ассоциируется с такой очень бурной, мощной рекой, которая вот разбила себе множество дорог и выразилась их живописи, выразилась в прикладном искусстве, в фольклористике. Как уже вот подробно очень сказала Зумрудзапировна, это была и резьба по дереву, это были и эскизы к стеническим костюмам, это были исследовательские работы. Большой вклад в открытие выставки внес Ногайский район Республики Дагестан. На выставке присутствовали близкие друзья Сраждина, художники, которые пришли отдать дань памяти истинному таланту Батырова. Сраждин был еще и одаренным поэтом, философом и в своих произведениях поднимал самые важные проблемы нагайского народа. Что такое образ Албасло? Албасло – это собирательный образ, в котором он воплотил всю свою боль. В первую очередь, когда читаешь, думаешь, да, Албасло – это душа поэта. Выставка этнографа, хореографа и поэта Сраждина Батырова в Музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой продлится до конца апреля, а затем экспозиция отправится на родину художника в Ногайский район Республики Дагестан. Аладинаева Фарида Сыдахметова, Рашид Токов, Вести, Крачево, Черкесия. И последнее. Сегодня Республиканская детская библиотека приглашает всех желающих в 16.00 стать участниками Библионочи. Книга «Путь к звездам». В этом году всероссийская акция посвящена 60-летию полета Юрия Кагарина в космос. На этом субботний выпуск «Гвисей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!